в процессе еще там несколько раз поздравьте потому что люди будут приходить все начинаем поехали уже зарислись здравствуйте дорогие друзья с вами соловьев игорь юрьевич и сегодня мы поговорим о такой теме как соответственно новолизация вот всех хотелось бы во первых поздравить с праздником днем библиотекаря и соответственно сегодня день города санкт-петербурга так вот такую скажем так один день совпало а вот значит для тех кто допустим не смотрел прошлый прямой эфир или не в курсе что такое новолизация объясняю что это обратный процесс экранизации грубо говоря то есть экранизация это когда у нас берут произведение и по его мотивам снимают фильм ну или там фактически дословно допустим да произведение пытаются бережно очень переснять в виде фильма точнее адаптировать то соответственно новолизация это процесс когда берут оригинальные киносценарии фильма и по мотивам него автор какой-нибудь писатель пишут скажем так его литературную адаптацию которую чаще всего либо вместе с премьерой фильма выпускают либо чтобы подогреть интересы общественности еще до премьерой фильма значит сегодня хотелось бы поговорить на самом деле о теме того как новолизации издавались у нас стране то есть года с 91 где-то до середины даже до середины конца 2000-х годов то есть сравнить соответственно с тем вопросом как дела обстояли с этим на западе но прежде чем всю эту тему начать хотелось бы пару слов уделить прошлому эфиру потому что к сожалению на все вопросы удалось ответить вот и значит первое чего хотелось начать это соответственно парк юрского периода то есть как ни странно это был изначально кинороман прошу прощения обычный роман то есть обычная книга соответственно получается майкла крайтона то есть режиссера сценариста получается продюсера и соответственно писателя то есть он в принципе может быть известен по работе над такими фильмами как например вот 13 воин и как раз таки собственно он был сценаристом экранизации своего же собственного романа который снимал спилберг значит вот я в руках держу фактически первое его русское издание 1993 год у нас в аргус точнее вагриус прошу прощения то есть это вот у них сразу было два издания в твердом и мягком переплете вот и честно говоря надо признаться что этот роман на территории соответственно россии достаточно часто переиздавался то есть это вот более свежие переиздание 2015 года 6 или 7 даже изданию пережил а вот но что парадоксально у него была новолизация от русского автора это парк русского периода миллионы лет спустя соответственно здесь у нас указано что это некий джон баркли вот но по имеющейся информации могу сказать что это соответственно писатель иван серган просто писал его новолизацию в принципе случай на самом деле уникальный по причине того что достаточно часто у нас этот роман начиная с 93 года издавался надо сказать что на западе сам роман вышел в девяносто третьем году интересно кстати и эпиграфы его то есть у крайтона в оригинале значит было соответственно две два таких вот что называется отступление рептилии вызывает отвращение своим холодным телом бледной окраской хрящевым скелетом грязной кожей свирепым видом не мигающим взглядом мерзким запахом резким голосом гадким обиталищем и ужасным ядом вот почему творец не потрудился создать их слишком уж много карл лины 1797 год невозможно воскресить исчезнувшую форму жизни ирвин чарграф 1792 год а соответственно у ивана сербина тоже был свой как бы так скажем эпитраф и вот он такой был вот леди и джентльмены откуда пошли те чудовищные ящеры которые до сих пор вселяют в нас ужас когда мы находим их скелеты бельских или залинферских сланцах счастью все они исчезли с нашей планеты задолго до появления на нем на ней первого человека а это еще далеко не факт прибудел кто-то на эстраде как страшно было в ту ночь в лесу актер канадо или затерянный мир так вот интересно у нас отечественный автор выкрутился и значит как бы следующую тему который хотел приткнуть это насчет соответственно новализации уже рэмбо то есть как мы знаем перед морем автор оригинального романа первая кровь который экранизировался именно как рэмбо первая кровь восемьдесят втором году содержащий огромное отличие от скажем так оригинального фильма значит начнет от экранизации своей потом последствий писал новолизации то есть это получается у нас рэмбо 2 и рэмбо 3 вот и собственно могу сказать ну так скажем такую интересную вещь уже защиту немножко автора то есть то что он начал писать вот эти русофобские новолизации получается уже по грубо говоря таким русофобским фильмом которые чисто как информационная война против ссср и элемент пропаганды политики рейгана шоу значит что у него просто был не очень большой выбор то есть выбирал меньше из двух злов потому что все таки первая кровь был первым романом мурова который написал еще всеми старом году и молодого автора могли просто доставим хитрым таким образом обмануть то есть допустим он подписал контракт на там его там допустим организацию еще что-то а получается так что не читая мелкий шрифт он мог вообще все права на персонажа на все остальное отдать соответственно там кинокомпании или кому-то там еще то есть и потом ему соответственно ничего не доказать и когда уже снимались фильмы то есть уже что называется даже с поддержкой уже трависца сша и министерства народа то есть пентагона потому что ремба даже стал уже скажем так появляться на всяких агитматериалах пентагона вот значит ему могло прийти такое предложение что либо он пишет новолизации этих всех фильмов то есть единственно что имея какой-то не творческий контроль над персонажем хотя бы минимальный но в любом случае кто-то из представителей киностудии контролировал понятное дело что он пишет вот либо значит они доверяют это другому автору более податливому не факт что так было то есть муром вполне возможно и просто за деньги как бы это все делать то есть тут могла быть не в этом проблема но тем не история такие факты знаю даже достаточно вспомнить слова узи озборна когда он сказал что мы то думали что контракт это всего лишь навсего бумажки позволяющие записывать и издавать альбом вот то есть и например в второй книге если взять 2 там соответственно муром немножечко переписывать концовку первого фильма что капитан не застрелил ремба а только сделал вид что его застрелил и сказал умирающему тислу что значит он убил потом ремба попал больницу а после больницы его судили и осудили его на смертную казнь за все его соответственно деяние первой книги вот и сидя в камере смертников ожидая приговор к нему возвращается капитан и говорит что кровью можно искупить значит свою вину отправившись во вьетнам и соответственно вызвали туда этих получается американских военнопленных то есть морал еще хоть как-то там старался что называется персонажа как-то разбивать что-то там писать то есть в отличие например от фильмов кстати сразу скажу что третий ремба то есть фильм с треском прокате провалился потому что ссср как раз таки на момент его премьеры успели вывести войска из афганистана и то есть фильм уже стал не актуален ну и собственно тогда уже получается то есть уже была политика перестройки гласности собственно курс на сближение западом и фильм просто был не актуален даже на западе кстати он получил огромную критику в самом сша на него была сделана куча пародий завод скажем так вот эту всю русофобию значит все его не реалистичность вот даже могу порекомендовать от знаменитого пародиста элла ярковича посмотреть пародию вот она очень смешная и фильм значит в принципе окупился но вот в америке очень плохо выстрелил самое что интересно то есть за его провал вообще стал он и и режиссер обвинили ссср которые взяли и вывели соответственно свои войска из афганистана тем более что фильмом было куча проблем потому что стал он и пытался гнуть какую-то свою линию то есть видимо отрабатывать те деньги что соответственно ему за там пентагон и провести сша его снабжала что скажем информационный такой фильм снять но до тот момент он уже был действительно не актуален потому что в том же году выходит ура патриотический фильм американский железный орел в котором например у нас как раз таки появлялись русские летчики которые были там внезапно положительными персонажами то есть это условие того что вся линейка вот этих фильмов вся трилогия железного орла она не типично такая патриотичный американский фильм то есть уже вектор принципе на тот момент просто поменялся это уже просто все стало не актуально почему мы соответственно продолжение рэмбо ждали только до 2008 года ну вот и собственно уже морал новолизацию четвертой части не писал то есть видимо уже как-то интересно потерял вот это что хотела сказать значит также задавали такой вопрос прошлый раз что значит есть параллели между рэмбо и как раз таки с меня хватит с майком дугласом здесь я могу сказать только что они больше именно к фильмам самим будут относиться нежели к романам да это в принципе персонаж майкл дугласа фильме с меня хватит больше пытался именно отстаивать так скажем но разбираться какой-то несправедливостью по его мнению то есть то что вот с его точки зрения как-то было неправильно вот его родном городе вот хотя если смотреть первоначальную концовку рэмбо так где все-таки рэмбо застрелили то тут в принципе параллели до находится потому что а майкл дуглас так скажем полицейского вынуждает себя застрелить то есть угрожая ему в принципе игрушечным оружием значит ну а теперь можно как бы перейти уже непосредственно к а не забыл еще сказать одну вещь то есть был такой вопрос не задан который сожалению прошлый раз не дошел а не бывает ли такое что значит новолизация как-то может противоречить допустим изначальному замыслу фильма но я отвечу на него немножечко по-другому что значит были вот у нас терминаторы в кучу раз они издавались при том в данном случае могу сказать что значит у нас ведь именно были всегда оригинальные книги то есть не было каких-то фантазий скотичных писателей ну по крайней мере меня не попадались но чаще всего переиздавался именно перевод от зарубежного детектива как раз таки вот они в 92 году выпускали первого терминатора и самое что интересно то есть у нас получается так что первую и вторую часть писал в принципе один автор то есть это рэндалл фрейкс вот при том что первую часть он писал в авторстве с неким вишером который был соавтором сценария первого терминатора вместе джеймсом кэмероном то есть было с автором вот и здесь в принципе на самом деле очень много таких вот элементов которые фильм не вошли ли которые допустим кэмерон не смог снять потому что не хватило бюджета то есть показать допустим будущее 2029 года здесь это более подробно что называется рассказом то есть чем был интересен новализация именно 2 терминатора тем что у нас здесь вообще альтернативная концовка то есть если театральная версия 2 терминатора кончается именно таким многоточие потому что киностудия заставила кэмерона поскольку он так скажем правды терминатора не имел ему пришлось их продать чтобы с вами первый период допустить производства значит ему пришлось так скажем концовку изменить театральной версии с таким многоточием и закончить с возможностью прицелом на будущее продолжение в принципе сам кэмерон хотел вторым терминатор поставить точку во всей истории вот и здесь именно есть альтернативный финал то есть новализации где уже в 2029 году то есть взрослым джоном коннор уже на самом деле в возрасте сара коннор вот как раз таки на детской площадке вместе вот соответственно что называется с дочерью джона коннор и и вот ее получается уже внучка сара коннор вместе проводит время сара коннор записывает диктофонную запись говоря что каждый прожитый день это подарок и что судный день так и не наступил как в принципе фильм и должен был закончиться и что парадоксально то есть вот есть новализация 4 терминатор да придет спаситель писал ее алан дин фостер уже хорошо нам в принципе известный писатель который на самом деле достаточно часто специализировался на новализациях второе условие того что писал кучу своих собственных произведений вот и получилась такая проблема с этим фильмом что его как раз таки сценарий утек в сеть момент съемок пришлось там что-то переделывать переписывать прям по ходу пьесы переснимать и так далее и это значит когда у нас новализация вот это вышла значит там соответственно алан дин фостер пишет совсем другую концовку отлично опять же от фильма хотя с точки зрения именно вот повествование кстати более логично лучше чем фильме вышло потому что так называемая режиссерская версия 4 фильма в принципе не существует есть просто добавочные сцены режиссер сейчас продвигает движение за переиздание именно его режиссерской изначальной версии где соответственно фильм гораздо более мрачном ключе сделан чем он на самом деле был вопрос можно тут вопрос задает пользователь а как насчет новелизации третьего терминатора да вот я сейчас про это тоже расскажу значит собственно с третьим терминатором была какая проблема то есть ее тоже написали то есть ну у нас получается как на западе было четыре новелизации то есть 1 2 3 4 терминатор и две книги по мотивам насколько я знаю и с третьим терминатором получилось так что у нас ее не издавали в интернете есть ее фанатский перевод вот но тем не менее то есть если я могу сказать что 1 2 4 терминатор достаточно качественно написано ну с точки зрения их новелизации то третий был на самом деле сделан достаточно халтурно то есть неизвестно как бы что двигала кинокомпания то ли так они плохо контролировали написание этой книги то ли соответственно просто автора очень сильно торопили с ее написанием но получается так что в одной главе он пишет одно а в другой главе он пишет совершенно противоположное то есть там получается есть такая большая сюжетная дыра и взаимоисключающие параграфы у него грубо говоря новелизации то есть получился такой казус кстати по поводу вот издания 4 терминатора то есть он у нас как раз таки вышел по всем правилам что называется то есть перед примере фильма то есть если посмотрите эту книгу то сдана в печать она еще в апреле 2009 года и здесь как раз таки даже есть у нас анонс что значит дата примера это получается 4 июня 2009 года то есть и постер близкий как бы в принципе фильм то есть все в этот раз создавалось что называется по правилам вот значит и теперь по поводу значит вот грубо говоря уже конкретно самой темы то есть вот этих всех новелизаций значит и в плане издания их нас допустим на территории россии значит так как бы получилось что американские фильмы очень редко попадали в советский прокат притом попадали они даже не из-за каких-то идеологических допустим соображений да где там был допустим поклёп там на ссср какие-то там чуждые так скажем идеологически неверные там ценности и так далее а больше за финансовой части потому что обычно кинокомпании западные американские требовали очень большие деньги за прокаты своих фильмов и то есть так например известен прецедент что 70-е годы еще хотели показать челюсти но из-за того что киностудия запросил тогда если не ошибаюсь за его 15 миллионов долларов этого не состоялось вот хотя всерьез рассматривалось обычно советский прокат попадали так скажем фильмы которые в американском прокате провалились и чтобы покрыть убытки западные кинокомпании именно американские в данном случае соглашались их за достаточно скромные деньги продавать то есть например враг мой вот лидер советского кинопроката или конвой то есть вот такие фильмы которые так скажем по ряду причин провалились на западе то есть при том это не значит что они были какими-то плохими фильмами просто им по тем или иным причинам не повезло вот были лидерами советского кинопроката это было великое счастье когда все это поканывалось ситуация значит изменилась притом именно легально изменилась то есть мы сейчас не говорим про советское видео пиратство 87 году когда открылись видео салоны то есть там в принципе вполне так скажем с разрешением уже в эпоху гласности перестройки в принципе показывались вот топовые западные фильмы там разных соответственно годов неважно но скажем так изголодавшийся по зрелищам народ то есть в принципе с удовольствием все это смотрел то есть и значит но начало 90-х годов несмотря на то что ряд фильмов уже шел в советском прокате пускай с большим опознанием то есть показали звездные войны в дубляже киностудии имени максима горького показали рэмбо первая кровь то есть самый первый фильм вот показали и чужих соответственно джеймса кэмерона показали первого терминатора показали второго города то есть показали никогда не говори никогда кино про джеймса бунда шоном коннери пускай как бы и не официальное ну точнее не из основной линейки от ее продакшн вот как бы все равно то есть больше поток шел на именно как раз таки видео салоны и на где-то так начало середины 90-х надо признаться что видеомагнитофоны были далеко не во всех соответственно семьях опять же то есть и в чем была проблема то есть кинотеатры какие-нибудь соответственно те же самые видеосалоны стоили денег видеомагнитофон даже если он был в принципе кассеты к нему пускай даже и гнусавых переводов соответствующих кооперативов или там из ларьков уже скажу так пиратские тоже денег в принципе стоили на самом деле вот и в этом вопросе книги они на самом деле были таким хорошим заменителем потому что никакой периферии для ее как бы чтения в принципе не нужно вот да и в принципе это у нас было грубо говоря ее изложение поэтому значит начали активно соответственно печататься ну грубо говоря сами экранизированные романы то есть если мы посмотрим допустим оригинальный роман Моррелла и Рэмбо издан как Рэмбо даже с перерисовкой художника из фильма вот но при этом есть вот такая сноска очень интересно которая сейчас зачитаю роман де Моррелла Рэмбо оригинальное название первая кролька даже есть метка что как он назывался в оригинале стал бестселлером американские кинематографисты поставили названием который с огромным успехом демонстрируется сегодня на наших экранах вот как раз это издание вот значит а где-то допустим в изданиях каких-то наших книг на территории так скажем постсоветского пространства например вообще могли оригинальное название не ставить ну точнее допустим роман назывался по-другому грубо говоря произведение его но не совсем на экранизация скорее даже по мотивам его фильм именно по мотивам значит он мог носить другое название так например в оригинале роман соответственно филиппа к дико по которому был снят фильм бегущий по лезвию рибли скота назывался снятся ли андроидом электро овцы или мечтают ли андроиды об электро овце вот но допустим в таком издании как бестселлеры голливуда то есть за девяносто третий год вот у нас значит получается роман филиппа к дико назван просто как бегущий по лезвию бритвы притом никаких сносок то что это значит в оригинале был соответственно как-то он там по-другому назывался здесь нету тем более что было куча изданий где у нас просто было изображение допустим харрисона форда из фильма какой-то либо нарисовано либо просто налеплено на обложку написано бегущий по лезвию и все потому что чему этому фильму еще повезло в девяносто втором году выходил так называемая режиссерская в кавычках версия ну точнее вариант который скажем так делался для тестовых показов потому что полностью режиссерская версия известно как финальная вышла только в 2007 году как изначально этот фильм видел редли скотт стоит кстати оговориться что сам оригинальный автор то есть филипп дик будучи уже тяжело больным именно первоначально версию редли скотт который перед смертью фактически показал очень глубоко оценил потому что фильм и книга достаточно сильно различаются хотя многие сцены они просто один в один грубо говоря книги взяты например тест когда декарт соответственно тестит рейчел на то репликант она или нет фактически один в один взят просто книги там слова слова вот как пример вот но это значит что касалось допустим каких-то оригинальных скажем так авторских произведений например то есть возьмем какие-то новелизации простите вопрос тут еще про новелизацию команда что скажете с команда как получилось то есть я не знаю была она не была соответственно на западе потому что могло быть всякое то есть некоторым фильмом например кинокомпании вообще считали что новелизации можно и не писать их никто и не писал допустим другим наоборот фильмом могли новелизации выйти позже по одной простой причине что допустим в коммерческий успех фильма никто не верил но то считалось что он вот дай бог чтоб что-то заработал вот уже не говоря о том что он станет культуру еще вопрос да вспомнить все ведь тоже филиппа дико да пока вам дать все значит это тоже до филиппа дико произведения но самое что интересно это даже рассказ то есть если мы даже посмотрим по содержанию ну вот вспомнить все у нас здесь он вынесен вот 405 страницы и на 428 заканчивается в принципе маленький рассказ на самом деле достаточно такой бы даже сказал фантастическо-сатирический то есть он такой действительно там с юмором у него все очень хорошо вот на основе которого грубо говоря пол верховен сделал целое кино вот то есть которые ну какие-то элементы так скажем этого рассказа использовал немножечко с другой логикой но понятное дело что у нас на обложку перерисовали арнольда швайцнеггера и вот написали вспомнить все то есть вот такая вот как бы это особенность могли же и так все издавать а насчет команда была какая особенность то есть неизвестно было ли у него новолизация потому что допустим насколько я знаю к терминатору первому новолизацию написали позже когда фильм ждал успех то арен пикчерс допустим не ожидала они думали что это какой-то низкобюджетный треш они снимают на самом деле вот и то есть поэтому я не могу точно сказать что выходила новолизация у команды не выходила но соответственно на отечественном рынке вот была вот такая книжка под текстом некого актура квари вот и это собственно иван сербин скрывался под этим псевдонимом то есть автор и в принципе даже чтобы сказать в детстве я как бы этот роман читал а вот и в принципе он очень хорошо написан даже мне показался лучше и лучше фильма в данном случае опять же иван сербин один из немногих отечественных автор кто занимался новолизациями кого я могу похвалить вот и даже самое что интересное то есть значит даже есть у него эпиграф у этого произведения именно сербина вот это была машина для убийства достаточно огромная и необузданная и она собиралась убить его и это только для начала и он был единственным кто мог остановить его стивен кинг солнечный пес даже вот такой эпиграф в принципе сделал иван сербин вот так что даже я могу в принципе кто интересуется рекомендовать ему к прочтению если только соответственно скажем так потенциальных читателей этой книги не будет смущать тот факт что ее писал русский автор потому что к сожалению к сожалению большому надо признаться что значит произведение допустим русских авторов по соответственно западным каким-то вот этим кинофильмам грубо говоря их там новолизации а вот у нас принято сейчас очень сильно ругать и я так скажем подозреваю что мода это пошла но соответственно с павла гринёва то есть известного как киноман блогера который снимал проекта один день детства где он допустим рассказывал вкратце про вот эту серию бестселлеры голливода и показывал что был соответственно у нас рыбаков допустим 2 то есть сейчас я его найду просто покажу что это был соответственно оригинальный роман это нахи потому что у первого и второго фильма новолизация была вот и показывал потом соответственно рыбакопа первого так сейчас я его найду только найду просто покажу был рыбаков первым которая была именно новолизацией ивана сербина соответственно павел гринёв и очень сильно ругал что значит ему не понравилась такая вещь что ведь у нас в чем была проблема фильма самого значит в конце фильм фактически да то есть льюис то есть напарница рыбакопа которая была тяжело ранена она говорит мэрфи я в порядке и собственно рыбакоп ей отвечает что тебя починят они всех как бы чинят ну имеется на медиках века и нам больше льюис в принципе во всем фильме не показывают то есть непонятно что с ней случилось то что она осталась там живая вернулась в принципе при полиции мы узнаем только во втором фильме значит здесь соответственно вот видимо ивану сербину как автору такой момент не понравился что как это так в идее вот та же самая льюис рискуем своим положением соответственно служебным и прочее то есть стала на сторону рыбакопа там помогала ему активно и так далее вот и что как он ее так оставил вот и насчет здесь вот есть такой момент что рыбакоп оказал ей первую помощь льюис он поднялся на ноги и медленно пошел к напарнице льюис веки девушки дрогнули мэрфи волосы ее ослаб и был почти не слышен я чуть жива робот подошел к ней опустился рядом отчелку в крышку аптечки первой помощи упрятанный в левой руке не беспокойся они тебя почти нет голоса вообрел интонации и сейчас в нем слышалось горечь они все чинят то есть оба копии оказывать первую помощь есть еще какой момент что дальше сделал соответственно рыбаков по версии ивана сербина вот и чем выдал соответственно вызвал такое негодование павла гринёва рыбакоп остановил помятый поршн напротив стеклянных дверей корпорации вылез из машины побледневший от потери крови льюис молча наблюдала как он внимательно оглядывает стоянку вот от грохота в здании загнились около когда дым рассеялся льюис увидела что от педа остались лишь две сцепленные обломком платформы лапы они качнулись и грохнулись на асфальт забившись своей электронной агонией я сейчас вернусь робокоп сунул оружие на заднее сиденье автомобиля не спеша пошел в дверях ну то есть логика такая что здесь как бы робокоп хотел соответственно льюис отвезти в больницу просто между делом заехал добраться с диком джонсоном вот и то есть в принципе не такое развитие событий вполне она устраивает не знаю почему соответственно как-то павлу гринёву вот эта идея очень не понравилась потому что я считаю что робокоп достаточно достойное произведение то есть там есть конечно ряд вопросов но по моему мнению во первых ван сербин я подчеркиваю что по моему мнению очень хорошо понял авторский замысел майнера нормаль как у сценаристов у пола верховина как режиссера что здесь соответственно быть такие аллюзии на новый завет скажем так на воскрешение робокопа ну точнее мэрфи как в виде робокопа потому что сам верховин заявлял что это такое дескать у него новый вид это американского правосудия то есть такой иисус с пистолетом такая вот идея была и здесь соответственно сербин очень хорошо что называется эту идею понимал это первое второй значит момент на что можно как бы придраться он действие перенес ну совсем уже недалекое будущее и действие романа у него это 98 99 год вот в то время как соответственно произведение в самом фильме и произведение их нахи больше намекалось что соответственно это где-то там по моему если не ошибаюсь то ли 2030 то ли 2040 годы ну точно уже врать не буду вот но если что вот не видел наверное павел гринёв они то как бы тут он действительно мог бы тогда сказать что произведение сербина хорошее это робокоп 3 книжки которые в принципе в природе не существовала на западе ну я лишь не исключаю такой возможности что это как так скажем автор который занимался этим циклом то есть то что ну кстати такой случай что один автор занимался новелизациями всех фильмов вот он мог написать эту книгу но из-за финансовых проблем скажем так с банкротством связанных компанией орион книга могла остаться в столе потому что они могли сказать что нет мы значит печатать не хотим потому что денег там нет прочее так далее вот а сам опубликовать и но и не может поскольку вот он понятил такого на к авторские права и так далее вот но тем не менее выходит вот такой вот робокоп 3 в девяносто четвертом году соответственно неким дэвидом джонсоном написанный кто под этим псевдонимом скрывался вопрос очень хороший потому что это так и неизвестно вот и значит в принципе здесь просто получается немножечко графоманский бред сейчас просто объясню на как начнем я соответственно основываюсь вот посмотрите допустим вот достаточно таким небольшим шрифтом у нас робокоп 1 который писал иван сербин занимает где-то приблизительно 136 страниц допустим оригинальный робокоп 2 от эдонахи то есть оригинальная книга она у нас где-то занимает получается 162 страницы шрифт такой же шрифт фактически да такой же ничего не меняется но в принципе сами понимаете фактически они плюс-минус там равносильно ну там чуть больше чем меньше но не особо много да вот разница а вот робокоп 3 при условии того что он точно таким же шрифтом напечатан то есть он там не лично ничего занимает где-то 238 страниц ну то есть получается где-то на 100 страниц даже больше приблизительно вот а что здесь делает соответственно автор но насчет как-то я соответственно читал интервью с как раз таки главой издательства минск кто как раз в 90-е годы собственно печатал отчасти вот эту серию бестеллер голливуда поскольку издавалась она у нас на просторах страны снг и балтии то есть это у нас и рига была и харьков и минск и москва вот и значит здесь просто какая была особенность то есть он так и говорил что были такие как бы авторы которые ну понятное дело что чем больше он напишет тем больше ему заплатит вот и так например в одной из книжек черепашь книзе от минска был такой момент который никак не влиял на сюжет что значит там донателло или кто-то включил запись на магнитофоне дальше идет рассказ стивена кинга просто вот туда вставленный вот потом донателло выключил запись все никак на сюжет ни на что он не влияет пересказ романа стивена кинга это для объема просто было да то есть просто для объема по словам кстати вот бывшего директора минск то есть потом они с этим автором больше не работали ну и соответственно в чем здесь как бы интерес то есть вот этот дэвид джонсон пишет куча каких-то непонятных вещей то есть например там описано что была некая банда флешнера с которым соответственно самом начале вот если кто помнит то есть робокоп и не спасал льюиса нескольких полицейских от того что они попали соответственно под обстрел бандитов у каких-то уличных этих парков вот и там описывается то что значит главарем вот этой банды был некий плешно и тут целые главы посвящены вот этому плешно потом все это происходит за кадром событий фильма и значит потом выясняется что значит этого плешно вследствие каких-то бандитских разборок за передел территории детройта убивает опять же где-то за кадром никак на сюжет это в принципе вообще близко не влияет вот но тем но это влияет на восприятие вот такие произведения в самого феномена новолизации верно да ну в данном случае это ничего не объяснять ничего не делает то есть также здесь есть еще такой момент очень тоже интересный это соответственно с пастором когда значит вот эти регуляторы так скажем приезжают выселять жителей старого детройта чтобы вот это бельта сити построить значит там среди них есть пастор и в принципе когда это все читал я сначала думаю что вот автор вроде как такую интересную идею придумал на что есть пастор и допустим он потом жителям детройта расскажу что в церкви есть подземный ход через который они соответственно спасались там канализация катакомбов то есть в принципе хорошая идея нет этого пастора через две страницы убивают зачем его как бы добавили вообще непонятно то есть ничего какую функцию для сюжета не несет опять же вот может это притечь это игорь престолов здесь легкость исполнится представить просто они смысла не несут это просто растягивание хренометража книги любого говоря да точнее объема и также а какие-то важные для сюжета моменты допустим да то есть как бы автор объясняет бредом вот то есть при том очень жарно это же запутывает вообще читать это вы я учусь даже приведу пример то есть там например если кто фильм смотрел помнит что были роботы ниндзя и фильмы просто подчеркивалось что их три штуки было то есть она была рыбаков убил на скажем так бывшей базе как раз таки жители детройта где они соответственно прятались летающие вот эти да не нету просто не замените гибрид и таки на человек подобный вот что он его это сам убил а у других он соответственно просто разделался с ними штабе о себе соответственно ну вот кто как бы вот этот атомата сан так называемый да кто как бы внимательно этот самый смотрел фильм тут просто ну просто их три было и все то есть там с ними ну что называется особо не заморачивались да вот значит тут значит автор придумывает честно говоря какой-то бред менять пожалуйста выражение сейчас я даже просто найду и покажу вот этот кусок очень не как бы интересный то есть почему по версии автора у нас было три атомата сана вот вот нашел это шедевр когда мэрфи расправился как ему показалось с кибером тут именно подчеркнуто что с кибером и с кибером и бросил его в подвале то он не видел дальнейшего голова атомана сана не разлетелась она потрескалась и деформировалась но через несколько минут начало происходить что-то странное фигура кибера расплылась черты лица стерлись из его тела сплое прозрачное облако мало-помалу облако приобрело контуры фигуры атома сана фигура постепенно уплотнялась и через несколько минут второй атома сам точная копия первого стояла ждал пока лежащий атома сам приобретет прежний вид и пока мэри и ника шли кабинета макдегара то есть тут даже имя главного владеющего неправильно у него названо кибера уже атаковали мэрфи то есть вот тут целый кусок такой он еще пропускает интересный то есть который был важен то есть это он отжимает то есть какого-то плешнера его бандитов да он там целые главы посвящал то есть соответственно что важно было по сюжету он вот так это уж жал при том такую вещь вписаться на бредового притом то смотрите фильмах еще какой был очень интересный момент то есть робокоп он на самом деле малоподвижный то есть когда как бы нужно в принципе да он там как-то может быстро среагировать то есть как например в третьем фильме поймал пулю рукой вот но в целом то есть видно как он ходит то есть он и двигается как робот как бы то есть у него из некоторых как бы так скажем такая скованность движений вот и понятное дело что робокоп ни в коем случае прыгать не умел то есть там вы если кто помнит конец второго фильма то есть чтобы значит на рыбаке и на напасть робокоп там залезал на какой-то с трудом грузовик и просто скажешь это в грузовика фактически падал просто на спину кейн точнее рыбаке и ну вот здесь же соответственно робокоп спокойно себе прыгает бегать то есть такое впечатление что просто автор вот этой новолизации наш очень сильно переиграл в робокопа третьего на дэнди где ну просто как элемент геймплея добавили прыжки то есть это не то что была какая-то важная особенность а просто чтобы можно было от рожки как-то попадание защищаться ну чисто такой скажем так геймплейный момент вот пожалуйста пусть это вот как раз таки пример именно бреда вот и значит как бы в чем была еще такая особенность могли быть у нас и фи и книги так скажем по мотивам фильмов сделаны ну то есть если какая-то была допустим успешная франшиза то по ней могли выходить какие-то еще дополнительные произведения то есть там как примером ходить долго не надо то есть можно взять соответственно те же самые звездные войны вот мотив которых в начале 90-х годов писатели писали скажем так так называемую расширенную вселенную то есть это еще первые русские их издания девяносто шестого девяносто седьмого года от азбуки то есть это вот тимоти за например он писал трилоги адмирал травм вот что потом сайте диснея после покупки авторских прав это все аннулировала хотя очень многие идеи продолжает оттуда безвозмездно свои фильмы воровать парадоксально удивили это феномен настоящий да да то есть они например искрешение палпатина чисто взяли с трилогии тимоти за на только если у него это все было скажем так нормально описано у них это очень на самом деле дубого сделано а вот или допустим если взять фильм из гуя 1 который ну вроде как такое ответвление идет в трейлерах честно говоря фанатов звездных войн чем просто обманывали что у нас главную героиню зовут джейн соответственно с ней вместе ходит вот такой вот что называется дядя с этой самой с усами с бородой в кожаной куртке с бластером в белой рубашке а вот есть темные штурмовики и все ждали что наверное наконец-то кайл катар и джейн орс у нас появится как бы фильмы про звездные войны это персонаж игры dark forces и джеда и найтс в такой вот видеоигре который сам еще джордж лукасов в девяносто пятом году презентовал при открытии аттракционов диснейленде индиана джонс кран судьбы индиана джонсон за теплым ду вот эти вот вагонетки вот и значит а всех соответственно расстроили то есть выяснилось что то есть темных штурмовиков то они как бы взяли как идею да вот из dark force а свой фильм это совершенно какие-то левые персонажи которые просто ну похоже да там на кайла катар на джейн орс то есть они ими там не являются даже близко вот есть там действительно как бы проблемы но какие-то идеи вот этого творческого наследия расширенной вселенной которые теперь они признали легендами ну вот они у нас что называется это раскладе вот и например были какие случаи то есть опять же отрагивая тему так скажем джорджа лукаса персонаж скажем так популярного джорджа лукаса это индиана джонс у нас например выходили по нему официальные новолизации ну как минимум вот пожалуйста у нас было две два издания охотников за потерян ковчезным кстати два абсолютно разных перевода то есть в прошлый раз я вот эту книжку показывал от издательства лик самая первая кстати книга про индиана джонсона русском языке вышедшая расскажите кстати про обложку вы тогда рассказывали у нас может быть новые зрители вот интересный феномен что-то обложка новость окон рисован она сравните например другим изданием отrenpar голливуда которые уже то есть вот это у нас по три утра юго года то есть более поздний значит здесь мы что видим над 10 либо полусами просто постер допустим тут просто ну два романа 異 момент рога после конской поход и охотники за потерян ковчегом допустим да то есть под свой конскими постер Update джонс искать или потеррного ковчега то есть тут как потому что ќгалаш сделали Какой-то танк современный нарисовали, при условии того, что танк постарше был, так скажем, английский какой-то еще, чуть ли не время, например, мировой. Здесь у нас такой, видимо, более современный какой-то танк нарисован. И сам Индиана Джонс, он взят именно из фильма Индиана Джонс «Храм судьбы», где он именно в таком виде был в конце. То есть просто его так перерисовали и все, в принципе, топорно. То есть если возьмем мы какие-то арты, то тут уже художник, соответственно, Фомкладов уже это рисовал. Он более, так скажем, это оформил под стилистику фильма, по крайней мере, да. И если мы, допустим, найдем, вот, пожалуйста, «Последний крестовый поход», вот так он его тоже нарисовал. Ну, в принципе, тоже близко к стилистике фильма. Кстати, там как бы увидим, вот, именно как фильм и выглядел, в принципе, так же нарисован. Вот. Они... что-то тут непонятное, да? Вот. Вот тут обычно с ними, так скажем, не заморачивали. Кстати, самое, что интересно, то есть в некоторых книгах вот этой серии «Бестселлер Голливуда» у нас были вот такие вкладки с кадрами из фильма. То есть вот здесь, например, видно, что вкладки такие качественные. Даже, кстати, оформление они очень интересно реализовали. То есть, как мы видим, здесь у нас Харрисон Форд в образе Индианы Джонса. А здесь у нас уже на непокойной, к сожалению, Шон Коннери в образе Индианы Джонса старшего его отца. То есть, и вставки вот эти вот, они здесь из последнего крестового похода взяты. То есть, это кадры из фильма, как мы видим. Вот. Кадры. Вот. А здесь вот, так скажем, фотография Харрисона Форда и Шона Коннери в образе своих героев, которая была взята из этого самого как раз-таки промо-материала. То есть, в чем был занимательный факт, то есть, соответственно, король Иордании тогда разрешил съемки проводить в святом городе Петро, поскольку был большим поклонником фильма о Индиане Джонсе. То есть, кстати, на самом деле редкий случай. И вот такой материал для прессы, грубо говоря, сделали, где вот актеры сфотографировались в образах своих персонажей. Вот. И самое, что интересно, то есть, откуда вот эти все кадры, соответственно, достались бестселлером Голливуда. Да. То есть, мы можем такое увидеть, что, значит, редакция благодарит журнал «Видео Аз» за предоставленный фотоматериал. То есть, был такой журнал у нас «Видео Аз», кстати, этот выпуск, даже его скан, что называется, в сети нашел. Вот. Это у них была целая статья. Индиана Джонса, по-моему, там, не помню, за 5-й, 6-й, 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 6-й. И вот они просто им эти фотоматериалы и предоставили. То есть, ну, эти издательства обычно между собой дружили. То есть, чем было отличательно первое издание, так скажем, да? Вот, от издательства Лиг. Тем, что, соответственно, здесь у нас была своя художница, собственно, опять же, Румянцева. И она сделала свой собственный коллаж. То есть, она не какие-то там кадры из фильма перерисовывала и прочее. То есть, ну, так скажем, ну, я имею в виду каких-то готовых материалов. То есть, здесь целиком и полностью ее, собственно, оформление. Вот, то есть, как у нас Индиана Джонс спускается там в колодец душ. Соответственно, вот здесь вот эти все змеи. Вот здесь, соответственно, этот... Господи... Форестер. То есть, давний, как бы, конкурент Индиана Джонс, которого он в самом начале трубкового храма не находит. Вот. Вот здесь, значит, Джонса Салах на раскопках. Ну, вот. И, например, вот как немцы открывают ковчег в конце фильма. То есть, вот эти, как бы, кадры, это все художница сама нарисовала. Самое, что интересно, это суперобложка. Вот. То есть, тогда, ну, мода такая была, такие, в принципе, книги издавать. И, кстати, есть какая особенность. То есть, если мы возьмем такие книги, особенно, там, 91-го года, вот, так, где-то 93-го, они обычно в составе каких-то сборников выходили, при том, зачастую, даже не совсем тематических. То есть, например, если мы... То есть, у нас, видите, была такая завлекалочка, что это Индиана Джонс, да? То есть, Кэмпбелл Блэк, Индиана Джонс. То есть, без всяких, там, меток, без всего остального, да? А если мы, значит, посмотрим, грубо говоря, содержание, то увидим, что здесь еще куча других, соответственно, ключевских романов, что это такой, как бы, сборник на самом деле. Вот. И есть даже аннотация, которая тоже была сделана, ну, таким, скажем так, хитрым способом. Вот. Значит, любители американского кино, конечно же, посмотрели фильм, Индиана Джонс в новом романе Кэмпбелла Блэка «В поисках пропавшего ковчега» действует уже полюбившийся герой кинофильма. На русском языке книга выходит впервые. Это 93-й год, напоминаю. Да, то есть, при условии того, что новализация Кэмпбелла Блэка выходила еще в 1981 году, 30 апреля, то есть за несколько месяцев до премьеры. А зачем они так делают? Для чего? А как завлекаловка, что, оказывается, значит, ну, это все распечаталось. Да, что якобы это вот там, не то, что даже впервые издаются на русском языке, а что книга максимально свежая. Потому что, видимо, просто боялись, что если, ну, подумают, что роман там 1981 года, а что его там читать, да? Вообще, это даже и сейчас иногда какие-нибудь переводы иностранных писателей европейских публикуются и пишутся, что всего впервые в России, хотя это и до революции сдавалось, к примеру. Иногда люди просто не знают. Ну, честно говоря, надо сказать, что подобная тема была и на Западе. То есть затрагивая немножечко тему Джеймса Бонда, да? То есть после Флеминга у нас было несколько авторов, которые, так скажем, писали его продолжение. То есть кто-то по одному произведению написал, кто-то, как, например, Джон Гарднер, которого я в прошлый раз упоминал, написал кучу романов про Джеймса Бонда с 1981 по 1996 год, включая две новолизации, то есть основанные на оригинальных киносценариях, а не романах Флеминга. Это как раз-таки именно «Лица земного убийства» и «Золотой глаз». «Золотой глаз», которая даже у нас, кстати, единственная его книга, которая издавалась в России в 2017 году, из «Затемный мир» в мягком переплете, и тиража всего 5000 экземпляров, кстати, очень большая букинистическая редкость. Вот. И, значит, то есть, к чему как бы я клоню? Потому что было куча как бы авторов, да? То есть, грубо говоря, там еще 60-х годов, то есть после смерти Флеминга, которые писали про Джеймса Бонда. И вот, значит, «Ион Продакшнс», а есть такая литературная серия «Джеймс Бонд» и «Яна Флеминга». Вот. Значит, в 2008 году такой анонс объявляет, что впервые со времен смерти Яна Флеминга выходит там первый настоящий роман от Джеймса Бонда, от Себастьяна Фокса «Дьявол не любит ждать». И самое что забавное, похожая ситуация у них в 2011-м, повторяется, что, значит, впервые там со времен смерти Флеминга, соответственно, от Джеффри Дивера выходит роман «Карт Бланш» про Джеймса Бонда. Отсылка к «Казино Рояль», видимо, да? Совсем. Видите, то есть просто в чем была особенность? То есть почти все писатели, кто писал про Джеймса Бонда, ну, по крайней мере, что выходило, да, то есть в России, по крайней мере, то есть я могу судить только про книжку, грубо говоря, которые либо были, имеют какие-то хотя бы фанатские переводы в интернете, либо которые у нас действительно официально выходили. Значит, обычно авторы старались, ну, так скажем, Бонда либо продолжать стилистику 60-х, либо переносить его в наше время. То есть, например, у Джона Гарднера была задача перенести Бонда 80-й, потому что с романом, допустим, «Лицензия восстановлена» 81-го года, он как бы и начал писать про Джеймса Бонда. И самое, что интересно, то есть этот роман у нас хотело опубликовать издательство как раз-таки «Амфора». Ну, у них так в планах была серия «Весь Джеймс Бонда», который, соответственно, заключался только в романах Флеминга, романе «Полкомник Сун», то есть первом постфлеменском романе, я считаю, самым лучшим про Джеймса Бонда. И потом, соответственно, должен был закончиться вот книгой как раз-таки «Лицензия восстановлена» Джона Гарднера. Но так получилось, что издательство обанкротилось, и даже все романы Флеминга оно не успело издать. Это как раз вот был, по-моему, если не ошибаюсь, или всего лишь навсего издатель. И то племенские. Вот. А, допустим, у Джона Дивера задача какая стояла? То есть перенести Бонда уже в 2000-е годы. Ну, то есть тут получается, что и дата рождения у Бонда совсем другая, то есть что он там 70-е родился, и то, что он ветеран этой как раз-таки войны в Ираке 2003-го года. То есть вот такие как бы вещи интересные были. Ну, просто осовременить как бы Бонда. Вот. Единственное, что надо признаться, что авторы как-то не пытались под фильмы там закашивать. И здесь именно предоставили того самого Бонда именно племенского. Действие происходило в 60-е. А, соответственно, в карт-бланше у нас действие там и происходит где-то в 2011-м году. И, в принципе, грубо говоря, как бы современность. Но, то есть такой вот хайп они, что называется, поднимали. То есть это просто чисто такая вот рекламная утка. Да, собственно, даже я могу сказать, что как у нас было в 90-е очень хитро на самом деле, особенно пользуясь тем, что не было еще интернета, там каких-то новостей, каких-то вещей. Соответственно, люди нормально узнать и не могли. Вот. И типичный такой пример, соответственно, я могу как привести. Значит, то, что вот у нас выходило, допустим, очень часто «Чужие». То есть это вообще, можно сказать, феноменальная на самом деле вещь, потому что в народе у нас «Чужих» очень любили. То есть у нас выходили оригинальные новолизации, соответственно, как раз таки Алан Дина Фостера. То есть это вся трилогия, то есть «Чужой», «Чужие», «Чужой 3». Вот. Значит, выходили, соответственно, у нас, грубо говоря, в разных оно изданиях. То есть даже вот я тут как раз показывал вот этот, господи, я его делал так. Тот же самый вот издание, где «Чужой» вспомнит все и «Бегущий по лезвию», которые на самом деле снятся ли однородом электроопции. Вот здесь тоже «Чужой» Алан Дина Фостера тоже оригинальный. Вот. Единственное, что дальше как минимум я могу так сказать с полной уверенностью, что у нас существовало, несмотря на то, что выходили оригинальные романы Алан Дина Фостера, четыре новолизации от русских авторов. То есть совершенно разные. А откуда они из головы брали вот эти все фантазии? Да. То есть они брали, ну как они там смотрели фильмы, мы их переписывали. То есть повезет им какую версию увидеть, потому что были же как бы грубо говоря расширенные версии разные. Вот. То есть например, когда на Блюрей у нас уже издавали грубо говоря «Чужих», ну то есть всю квадрологию, все четыре фильма, ну по крайней мере берут именно старые фильмы, которые в 80-х, 90-х тире. Значит, там в чем была особенность, то есть добавляли, грубо говоря, обычную театральную версию, которая могла отличаться, и расширенные, допустим, специальные версии. Ну в данном случае три версии можно назвать режиссерскими, но в случае с Дэвидом Финчером, его конфликтом соответственно с продюсерами, там именно была специальная версия, но хотя бы, которая многие идеи, тем не менее, Финчера отображала. Вот. И значит, книги, поскольку все-таки основывались на таких более первоначальных сценариях, они себе очень многие элементы вот эти содержали. Ну вот. Надо отдать должное, что у Фостера, например, была какая проблема. То есть если вот, допустим, фактически второй и третий фильм у него очень хорошо между собой связаны. Вот. Значит, единственное, кроме только одной вещи, что если мы помним в фильме Репли все-таки Бишопа тоже вложила в камеру красна, ну точнее, что там от него осталось, то в книге она, ну просто его на палубу оставила, ссылаясь на то, что, дескать, андроид сам может отключить свои системы, но если не отключил, то его восстановили в любом случае. Она как от него все-таки больше... Пять минут у нас. Осталось? Да, да. Больше как вещи относилась. Ну, сейчас я просто скажу тогда. Вот. А здесь, значит, получалась просто такая особенность интересная, что, значит, первый, он достаточно сильно отличался, потому что все-таки, видимо, тогда с образом чужого еще полностью не определились, и изначально у него должны были быть глаза, то есть в книге это есть. Потом, соответственно, дальше Фостер игнорирует этот факт во второй и третьей книге, то есть описывает, что глаз у чужих нет. Ну, как пример, да, то есть там были некоторые расхождения, особенно это казалось именно больше первой его новолизации. Вот. То есть у нас, грубо говоря, какие версии там доставались, особенно это касалось больше чужих, так они и писались нашими авторами. То есть, как пример, я могу что привести, это, соответственно, от Ивана Сербина. Две новолизации, потому что, допустим, бестселлер Голливуда, как вы видели, чужой был оригинальный, а вот, допустим, чужие и чужой 3 писал Иван Сербин. То есть это его новолизация, то есть они почему-то не выходили, да, вот. То есть был краткий пересказ от братьев Адамчиковых, этого фильма, вот, был еще от какой-то, соответственно, киевского издания, при том, там была новолизация четвертой части, вот, в 98-м году. Вот, то есть даже были, кстати, произведения по мотивам от Андрея Мартынова «Чужой русский десант» и «Чужие операции Рыблин». Самое, что, радоксально, русский десант все-таки появился у нас потом в, скажем так, вселенной «Чужого против хищника», когда была игра «Понолит» компании 2001 года «Аллин vs. Предатор 2». Вот, там как раз-таки был этот русский десант «Стальные медведи». Ну и как вы, вы читали, как, ну а что люди говорят, что пишут об этом произведении? Здесь что было интересно. Ну, во-первых, то есть у издательства «Азбуки» у них была лицензия на издание книг по мотивам. То есть они вполне легально издавали произведения там, соответственно, Дэвида Бишопа, Стива и Стефани Пэрри, кто занимался вот этими произведениями по мотивам «Чужих», чаще всего это были литературные адаптации комиксов. Вот. То, значит, здесь получилось так, что это были две последние книги в этой серии, то есть «Чужой против хищника», вот, которые писал наш автор и, соответственно, то есть видно было, вот, и парадокс был в том, что была у нас лицензия у как бы азбуки на это издание. То есть я не знаю, подразумевала ли она, соответственно, то, что они могут какие-то свои книги писать или издавать. Потому что в контракте обычно это оговаривается. То есть вполне возможно, что это было что-то нелегальное, точнее полулегальное, потому что эти книги выходили уже вот это в конце 98-го года, это в 99-м. То есть они, по сути дела, заканчивали вот эту книжную серию, потому что азбука на тот момент практически все и выпустила. Что там в период где-то там с начала 90-х до, соответственно, там где-то года 98-го точно выходило. Они, по-моему, только одну книгу не напечатали. И тут я так думаю, что на этом еще сказался кризис, соответственно, дефолт 98-го года. Вот. И что именно нашему автору доверили. И, значит, в принципе, Мартынов, конечно, вот особенно русский десант, хорошо достаточно написал, но кроме, конечно, каких аспектов, что у него почему-то вот описывается Россия будущего, что это, значит, снова империя, и у него какие-то такие монархические воззрения, очень большие в этом вопросе были. И он как-то все их пробивало. То есть если в первом произведении на это иногда можно как бы закрыть глаза, и так, в принципе, оно на самом деле хорошо читается, то во втором он больше как бы на этом прям целый такой аспект делал, при том, что у него именно династия от детей как раз-таки принцессы Дианы и принца Чайльза, грубо говоря, да, вот, то есть и каких-то там, скажем так, какой, то есть их там детей женили на, соответственно, грубо говоря, какой-то там обедневшей этой самой семье этих самых, господи, каких-то там русских этих самых князей, как бы там потом, в общем, какой-то там дальних там, потом, в общем, родственницы, да, вот, сделали вот такую династию, то есть не Романовых там, никого позвали и так далее. То есть, ну, тут, честно говорю, что Мартиянов писать умел, но, как бы, это на любителя больше. И, конечно, если сегодняшний эфир можно закончить, то хотелось бы закончить его, соответственно, словами, скажем так, как раз-таки автора именно западной оригинальной новолюзации, то есть, спасибо большое Максиму Ипанченцеву, бывшему, соответственно, администратору сайта Мире Стивена Спилбергу фанатскому, что он мне этот материал предоставил. Вот. И хотелось бы вкратце его статью зачитать, то есть, посвященную, соответственно, Кэмпелу Блэку и новолюзации. Давайте зачитаем, как, ну, сколько потребуется, ладно? Да. Вот, как раз-таки у нас просто скоро следующий эфир будет, ну, прочитайте, как надо. Значит, смотрите, ну, это как бы я его статью просто зачитываю. 30 апреля 1981 года, опережая выход фильма в широкий кинопрокат, более чем на месяц вышел роман британского писателя Кэмпелла Блэка, искателя утраченного корчета, написанный на основе сценария Луэрнса Кэдзена по сюжету Джорджа Лукаса и Филиппа Каукмана. Это была не только первая книга об Эдиану Джонсе, но и первый роман-номализация в карьере Блэка. Роман был написан за шесть недель, в течение которых у писателя был доступ к сценарию фильма. Автор отнесся со всей серьезностью к персонажам и сюжету. В своей работе он предпринял все усилия, чтобы придать истории большей глубины, реализма и детальности, попутно восполнив некоторые сюжетные проблемы. Вот, тут уже прямая цитата идет. Местами приходилось додумывать. Я брал то, что есть в сценарии и дополнял это, рассказывал, Кэмпбелл Блэк в интервью фан-сайту theraiders.net. Например, есть эпизод, где Инди отправляется в Непал. В фильме он показан при помощи карты, но мне нужно было представить, какой именно была эта поездка. Если в самом Непале Джонс перемещался на автомобиле, то где он его достал? Если в Непале филиал сервис, ну, то есть, Херц, то есть имеется в виду сервис так от автомобиля, чтобы было понять. В фильме машина возникала просто так, магия кино, так что мне пришлось дописать сцену, объясняющую этот момент. И таких мест книги было несколько. Ну, то есть это, грубо говоря, официальный комментарий самого автора. То есть, в принципе, ради скажу, что в основном книжки вот этих новолизаций на Западе, это все-таки был больше побочный продукт кинофильма. Он выходил обычно в таком мягком переплете, то есть зачастую, то есть, с ним там особо как-то не заморачивались, если повезло, что-то переиздавалось. Вот. У нас же, как бы, это все-таки совершенно немножко иное время принимало в плане качества. Вот. Так что, то есть, вот такие моменты были с нами интересны. Там вопрос, вопрос еще. Чужой в России это что-то типа фильма ВИ-2, видимо. Вот. Ну, это комментарий. Чужой в России это что-то вроде фильма ВИ-2. Ну, как продолжение. Я просто не сказал, просто была такая большая популярность от Чужого, что у нас при условии того, что были оригинальные новолизации, соответственно, писали и свои какие-то произведения. То есть, вот было два произведения по мотивам, были, соответственно, от Марины Наумовой, такой писательницы, то есть, ее продолжение в 94-м году от Чужой 4, 5 и 6. Но, честно говоря, на самом деле, я просто не знаю, кому это посоветовать, потому что там, на самом деле, какие-то такие очень непонятные писательницы фантазии. То есть, если, как бы, все-таки русский десант и операцию Рюгин, но в первую очередь, все-таки русский десант, я еще могу как бы рекомендовать хотя бы к ознакомлению, то ее произведение я даже не знаю, кому можно рекомендовать. То есть, я не могу сказать, что они там полностью отвратительно плохие, как, допустим, Робокоп 3, но и хорошим их назвать язык не поворачивается. А также, собственно, что еще могу вспомнить, очень интересный факт с этой всей франшизой, как бы, значит, у нас же могла быть и какая уловка в плане изданий «Чужих». Ну, то есть, допустим, вот выходила, там трилогия, да, «Чужих» там под одной обложкой, там они по отдельности, там кучу их было изданий от разных издательств. Это как бы не оговаривается. Ну, допустим, вот было такое издание, это, по-моему, было вот зарубежная авторсюжетная фантастика или там библиотека вот зарубежного криминального романа и приключенческого романа. То есть, у них значок был такой в виде девушки с лупой в этом самом по фраке. Вот, это рижское, по-моему, издательство у нас было, если не ошибаюсь. И вот они просто как хитро выкрутились. То есть, они издали А, нет, Таллинн. Вот. Эстонского, да, ясно. Да, то есть, немножко ошибся. Вот, то есть, они как любили издавать, допустим, это все, да, то есть, они придумали хитрый макетинговый ход. Ну, так же, как вот здесь, допустим, от издательства говорилось, что это новый там кинороман, да, вот, который не то, что впервые издается на русском языке, а то, что он прям новый. Вот. Хотя там 12 лет уже на момент издания было. А они сделали очень хитро. они тоже напечатали трилогию Алландина Фостера «Чужих», но вместо того, чтобы написать, там, Алландин Фостер, там, чужие, или чужие, 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 там, или там, чужие 1-3, ну, вот, они как написали? Вторые звездные войны. Этот, там, значит, первая война лейтенанта Рипли, вторая война лейтенанта Рипли, третья война лейтенанта Рипли. Вот. И при этом нарисовали еще какую-то такую вот воительницу, грубо говоря, что-то вроде Рыжей Сонни, на таком дракаре-викингах. Вот. Ну и, соответственно, что, допустим, приходит в какой-нибудь магазин, книжный, да, в те годы, такой вот постсоветский читатель, да, то есть, он везет книжку, он, может, там, чужих любит, может, у него уже такое вот издание есть, допустим, да, вот этого Аллан Дина Фостера, да, то есть... Но он думает, что это другая. Да, он думает, что это другая, тем более, когда он там пытается что-то полистать и почитать, какая-нибудь такая продавщица еще с эпохи развитого социализма, ему еще скажут, дома читайте, да, читайте дома, покупайте или не покупайте. Ну, он, соответственно, покупает, радостно приходит домой, думает, вот, сейчас, значит, ты вроде автор, тот же Аллан Дин Фостер, сейчас он там, значит, чужих почитает, что-то новое, и видит, что это, в принципе, то же самое, что он уже покупал, и в 90% случаев мог быть и тот же самый перевод, абсолютно, потому что издательства любили друг у друга все перепечатывать, то есть, здесь-то нам еще просто повезло, что, грубо говоря, были разные переводы, потому что, например, вот здесь у нас, сейчас только скажу, так уже напоследок, значит, так, потому что здесь у нас даже разные были переводчицы, самое, что интересно, в основном книжки по Нидиану Джонсону, ну, именно сами новелизации, у нас больше переводчицы переводили, ну, так, 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 вот, потому что здесь Любовина переводила, а, нет, мы к этим маршруем, так, здесь будет, там другой, там будет такой, давай, ну, чтобы не соврать, просто сейчас скажу, вот, значит, здесь у нас, вот, Светогоровый перевод, соответственно, это вот, в поисках пропавшего корчега, Ян Джонсону, я такая пометка, вот, а, значит, в издательство бестселлера Голливуда был перевод, Воробьевой, то есть, Воробьева, да, у нас была переводчица вот, вот этих двух произведений, вот, с Ботином Корчегом, и последний, вестовый поход, ну, к слову, в принципе, такой, не очень хороший, конечно, перевод, как бы, получился, то есть, с рядом, там, ошибок, Зарифова переводила и Диана Джонс и Храм Рока, то есть, здесь он, как Храм Рока назван, но это вот оригинальная новолизация Джеймса Кана, второго фильма, и, значит, как бы, была такая проблема, что, например, вот, перевод Воробьевой, то есть, вот этот же самый, слово в слово, вот, он переиздавался в 94-м году, точно я помню, что другими какими-то издательствами, при том, по России, опять же, страны СНГ, то есть, можно было просто с другой обложкой найти, это же самое, только вот там, просто они могли романы местами переставить, то есть, начинался последний ростовый поход, соответственно, охотники за ботинами ковчегом шлифтарены, но перевод тот же самый, абсолютно, слово в слово, прямо, именно там, они могли, какого-нибудь своего, там, переводчика, тоже написать, но, видно было, то есть, то есть, в принципе, уже задокументировано, что было вот охотников ковчегом два перевода, именно вот оригинальной нобелизации Камблотбека, то есть, не надо просто путать еще, скажу так, напоследок, с вот такой книгой, которая в 2008 году от Ристэ выходила, потому что это именно адаптация детства от Рейндера Битхема, то есть, такого писателя, который по заданию Джиджи Лукаса написал для младшешкольного и среднешкольного возраста уже адаптацию вот первого и третьего фильма, то есть, Игорь Васильевич, скажите, а вот по современным фильмам за последние там два-три года снятым нобелизация пишут? Да, сейчас пишут активно, потому что, смотрите, была какая проблема, где-то приблизительно в годы с 2010, где-то по годам до 2015 нобелизации мало где выходили, в основном просто предпочитали больше делать комикс-адаптацию, то есть, допустим, у пятого и шестого фильмов по терминатору нобелизации нету, вот, допустим, у людей в черном, то есть, первый и второй и четвертый фильм были нобелизации, а вот у третьего фильма нобелизации не было, опять же, просто не писали. У того же самого Прометея, как ни странно, нобелизация вышла. Ридли Скотта, да? Ну, да, то есть, это же предыстория как бы чужого. Вот, но самое, что интересно, то есть, как это получилось, то есть, написали ее какие-то, по-моему, если не ошибаюсь, авторы англичане, там, там, два автора было, они ее написали, но почему-то, соответственно, 20-й Верпокс тогда счет, что новелизации эти никому не нужны, вот, их там больше не читают, и везде, в том числе и в России, высокая экспонтация. А вот эту новелизацию, написанную авторами, ее перевели на японский и издали только в Японии. То есть, вот такой был парадокс. Прометея? Да. То есть, на русском Прометея нет новелизации? Да, он вообще только во всем мире есть, только на японском. Жаль, я его почитал, потому что фильм интересный. Вот. Но, зато могу сказать, что был такой парадокс. То есть, у нас, во-первых, о Чужим вышли то есть новелизации, потому что, например, Чужой Завет была новелизация и о Чудо он был опять написан Аллен Дином Фостером. В прошлый раз я просто подчеркивал, что Аллен Дин Фостер из-за проблем, так скажем, с продюсерами, тоже с ним и поругался, вот, он, значит, четвертый фильм Чужой Воскрешение он не писал, писал другой автор. Но вот именно Чужой Завет он написал. И более того, он сделал книги, то есть, Чужой Завет Начало. То есть, самое, что интересно. А в 2020 году, это, можно сказать, свежая книга совсем, то есть, она у нас есть в библиотеке, была такая, соответственно, Чужой Изоляция. То есть, про дочку Риппля, то есть, Аманду, вот, которая, значит, тут пытается найти свою мать. И здесь, кстати, вот автор, то есть, какие-то, а Декандина, он, кстати, описывает именно вот взаимоотношения, то есть, что в игру не вошло, взаимоотношения Риппли, соответственно, с Амандой, то, как Риппли улетала на Настрома, вот, соответственно, как Аманда всю жизнь ее искала, что в игру не вошло. То есть, и какие-то подробности, факты, биографии самой Риппли. То есть, в принципе, очень интересное произведение, можно его почитать, то есть, даже гораздо глубже, чем сама игра, на самом деле, она получилась. Комментарии, будем ждать перевод с японского Прометэя. Будем ждать. Ну, возможно, что может быть, когда-нибудь он выйдет, потому что, я говорю, опять же, в чем была проблема с этими... В Японии, то есть, есть вот такие поклонники новолизации. То есть, видимо, там как-то фильм был, может, особо популярен, поэтому они пошли, так скажем, на такие вещи. Его там издали. Хотя писали, опять же, западный автор. То есть, это не японский автор писал, но его перевели на японский, издали только так. То есть, например, вот такие книги, опять же, Стефани Перри, соответственно, Навара, который, соответственно, Уолл Смит с этим, с Дверхайдена, то есть, автором оригинальных комиксов, на основе которых вот эти литературные адаптации делались. Они у нас выходили в 90-е, и частично, частично, это все переиздавалось от ЭСТ с 2018 по 2020 год. Вот. И, соответственно, я этим не удивлялся, потому что могло быть такое, что тогда вот это все издали, а сейчас мода опять пошла, значит, издали у нас опять. Но выяснилось, что был очень интересный парадокс, потому что там, ну, грубо говоря, там праводержатели, 20-й Виффокс, или кто там, значит, права на эти книги какому-то книжному издательству сделали, они их издавали один раз в 90-е годы, потом что-то там со издательством случилось, то ли оно обанкротилось, то ли что-то, права там неизвестно, кому там стали ходить, долго с этим делом все разбирались, кому все-таки на книге эти права принадлежат, и буквально только до издательства АСТ их заново переиздали. То есть там где-то вот в начале 2010-х годов они там где-то вышли, да, или в середине, и потом это эстафетто подхватило АСТ и опять переиздалось на русский язык. То есть так что тут может быть такая вещь. То есть это, кстати, объясняет отчасти, почему, например, наши авторы писали новолизации. То есть не из-за того, что, допустим, издательству не удавалось купить авторские права на издание, или, допустим, не из-за того, что, скажем так, у издательства не хватало этих. Допустим, там, то есть там жалело там денег на челнока, чтобы купить, допустим, да, там где-нибудь кто-нибудь на границу, допустим, съездил, как стюардессы в каких-нибудь международных линиях и там в книжном купила какую-нибудь вот эту новолизацию того же самого там Индиана Джонса. А ее потом там привезли, у нас и перевели. Вот. А могу банально заходить от того, что это, допустим, 80-е годы, она вышла, так, там какие-то проблемы были у книжного издательства, то они ему не переиздавали ее, то ли что-то, ее все уже распродали, и нигде ее просто было не найти. Так что вот как, например, «Хищник 2» у нас выходил оригинальный от Саймона Упро, а «Первый хищник» у нас только было две новолизации от русских авторов, в том числе и Даниила Корецкого под сегдонимом Даниила Кармдейл, то есть автора антикиллера, кстати. Ну вот. То есть вот такие могли быть моменты, то есть могло и в это все на самом деле уходить. Понятно. Что же, хорошо, спасибо большое, Игорь Васильевич, за прямой эфир интересный. Мы продолжим эту тему в одном из наших следующих выпусков. Уважаемые зрители, спасибо большое, что вы были с нами. Всего вам доброго, до новых встреч на канале Российской национальной библиотеки TikTok. До свидания.